добрый день добрый день еще раз уважаемые слушатели итак сегодняшняя тема посвящена понятию такой как гиперактивность но в первую очередь организация деятельности детьми с 2 с синдром дефицита внимания гиперактивности конечно же каждому из нас даже человеку который не имеет так скажем в сопричастности к образовательной деятельности понятие гиперактивности знакомы то и родители законных представителей говорят например у меня ребенок гиперактивный часто мы представляем портрет такого ребенка как раз таки который условно говоря имеет шило в одном месте и невозможно его усадить невозможно сосредоточить внимание и безусловно от этого большое количество так скажем терпения даже не хватает и часто родители законы представитель либо же например педагог переходит рамки дозволенного да и вот давайте начнем по порядку все таки что такое синдром дефицита внимания гиперактивности информация взята конечно же с первоисточников поэтому надеюсь она вам понадобится синдром дефицита внимания гиперактивности по официально действующего российской федерации классификации болезней обратите внимание относятся группе психических расстройств сразу же оговоримся что когда наша с вами задача как педагогического работника оговорить что ребенок имеет там гиперактивность а это вот психическое расстройство нужно быть более внимательным к своим словам потому что мы не можем как гром среди ясного неба озвучить что это да вот по какой-то классификации относится к психическим расстройством это в первую очередь официальный источник поэтому конечно же аккуратно если у вас есть такая задача оповестить думайте потому что врач только специалист конечно с медицинским образованием имеет право поставить такой диагноз и конечно существует своего рода процедура а более детально мы сейчас с вами постараемся познакомиться поэтому когда мы говорим ой у меня ребенок гиперактивный имея ввиду воспитанника в детском саду либо ученика в школе или по своего собственно нужно понимать а почему ребенок гиперактивный да в первую очередь данная группа расстройств определяется тем что характеризуется определяется ранним началом то есть обычно в первые пять лет жизни да то есть вот если вспомнить еще такую категорию детей которая называется кратко в обществе аутисты да то есть расстройство аутистического спектра до трех лет тоже есть проявление то есть можно заметить что ребенок имеет как раз таки расстройство аутистического спектра обратите внимание по гиперактивности ранее проявление также имеется поэтому нужно просто быть внимательным а значит первую очередь кто среди педагогических работников будет супер внимательно конечно же воспитателей потому что именно в этом возрасте ребенок переходит ступень такого как раски социализации как дошкольное образование и обратите внимание далее какое дается описание то есть отсутствие упорства в деятельности требующий умственной сосредоточенности склонности к перескакиванию с одного дела на другие без доведения до конца одновременно с этим отмечается неорганизованная чрезмерная активность могут конечно проявляться и другие нарушения например дети с гиперкинетическими расстройствами часто бывают отчаянными либо импульсивными также подвержены несчастным случаем об этом мы тоже чуть позже с вами поговорим и обратите внимание они вследствие необдуманных нарушений правил так как опять же импульсивность ребенка да она подвергает его нарушению безопасности и недостаточность познавательных функций является распространенным явлением но однако это опять же не стопроцентное попадание в яблочко как многие говорят а именно распространенная является характеристика таких детей но все же учитывая то что описывается международной классификации болезней обратите внимание что конечно же может быть и задержка и чего в развитии да но все же опять же у каждого ребенка это индивидуально проявляется поэтому в первую очередь специалист согласно своему профилю конечно же да в соответствии своим образованием может выставить определенный диагноз поэтому не спешите как раз таки расстроить родителей что у вашего ребенка там например психические расстройства поэтому нужно конечно же в первую очередь обдуманно подойти к таким действиям что же еще хотелось бы с вами по обсуждать это классификация конечно казалось бы ну вот гиперактивный ребенок какая еще может быть классификация да ребенок не сидит на месте первую очередь вот это его характеристика но по официальным источникам согласно опять же исследованиям психологов и педагогов выделяется то что есть дефицит внимания с гиперактивностью то есть расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью или синдром дефицита внимания с гиперактивностью казалось бы масло масляное но давайте разберемся гиперкинетическое расстройство поведения то есть связано с расстройством как раз таки поведение основана на кинестетике или же гиперкинетическое расстройство не уточненное то есть когда ребенок как раз таки без дополнительных указаний проявляет как гиперкинетические реакции в детском возрасте конечно также существует данный термин расстройство дефицита внимания и в классификации американской классификации обратите внимание здесь конечно разделены на три подтипа то есть преимущественно с нарушением внимания либо преимущественно с импульсивностью и либо смешаны а значит мы понимаем с вами что существует еще и подтипа гиперактивности и просто одной фразой очертить так скажем да данное расстройство невозможно первые проявления обычно становится заметно именно в школе почему потому что мы понимаем с вами что согласно организации учебного процесса ребенок должен находиться определенное количество времени за партой чаще всего сидя смена деятельности бывает редко хотя предполагается да потому что опять же нужно же сосредоточить внимание детей то есть учеников и учитель чаще всего предпринимает попытки смены деятельности ну например проведет там физминутку возможно проведет какую-то проектную работу может быть разделить на группу подгруппу но однако они минимальны бывают мы с вами прекрасно понимаем даже элементарно физминутка не всегда бывает у детей и в младшем школьном возрасте лишь потому что учителя посетуют на то что времени не хватает чтобы тему объяснить а еще и физминутку проводить хотя мы знаем с вами что согласно документации первую очередь который по санпину и в том числе и вкус физминутка она должна быть у детей да то есть это смена деятельности это элемент здоровья сберегающих технологий но однако есть на практике такие к сожалению педагоги которые оценивают что и без какого рода физической так скажем разгрузки у детей не расстроиться так скажем внимание конечно же они будут сосредоточены на теме но это опять же зависит от нас от педагогов и учитывая данные по распространению как раз таки гиперактивности синдрома до дефицита внимания и гиперактивности каждом классе встречается обязательно один или два ребенка порой бывает что даже еще больше но все-таки существует статистика что один или два ребенка имеет этот синдром но снова повторюсь что мы не имеем права как педагоги в первую очередь родителям либо законным представителям осветить эту проблематику имеется ввиду что поставить диагноз да мы можем прокомментировать что ребенок отвлекается часто что например может считает ворон или так или что-то еще делает отвлекает остальных но все-таки советовать сходить психологу есть конечно же такая возможность а значит ее нужно воспользоваться ею но все же даже спокойно ребенок который также часто отвлекается может иметь какую-то степень это гиперактивности ведь если разложить термин этого расстройства то вы наверняка обратили внимание дефицит внимания с гиперактивностью прям даже получилось немного тавтологически но все таки и вот так как этот синдром часто приводит к ухудшению учебного процесса и поведения то конечно же педагоги начинают считать что такого ребенка но например там не подготовили к школьной жизни да почему потому что дети часто синдром дефицита внимания и гиперактивности они порой плохо социализируется но например вот казалось бы ребенок такой шустрый ребенок быстрый импульсивный у него там уровень например может быть там не знаю развитие коммуникации высокие но однако существует опять же согласно статистике мне исследование где понятие социальной адаптации или как еще говорят школьная адаптация проходит у таких детей как раз таки более с трудностями я вижу по вкладке вопросы вопросы чуть позже отвечу хорошо я заметил три вопроса и по истечению конечно же всех наших материалов согласно нашей тематики вам отвечу конечно безусловно синдром данный до существует и мы не можем отрицать что дети не имеют этот синдром на однако опять же возвращаемся к тому что ребенку трудно социализироваться не только в школе но и в первую очередь и в детском саду потому что ребенку постоянно требуется смена деятельности только смена деятельность то есть он не может сосредоточиться на одном вида дети ну например детском саду часто делают различные поделки допустим какому-то празднику посвященную ну например буквально недавно так а дню россии украшали и окна и например там выполняли различные мероприятия все опять же вовлекают детей до в детском саду также как и в школьном лагере и так далее но обратите внимание что вот этот ребенок который постоянно дергается и возможно даже вам мешает отвлекает а может быть уже настолько так сказать надоел со своими вопросами и расспросами конечно же нуждается в вашем вашем внимании а значит смене деятельности почему потому что часто дети как раз таки ощущая вот этот недостаток внимания начинает на себя перетягивать то есть они могут даже нашалить лишь бы педагог либо родитель обратил на него внимание и вот когда в ходе беседы уже учителя и родителя либо законного представителя о ребенке конечно могут возникнуть недопонимания ну например в семье он допустим послушный ребенок до покладистый чуть ли не каждую так скажем слово выровненные родителям соблюдает точно так же какие взрослых более старшего поколения да бабушка дедушка имею ввиду а вот например детском саду ну совсем другой как вот сорвался с цепи да и школе например он не дает даже учителю объяснить тему все время что-то ему надо и вот здесь возникает конечно же недопонимание то ли родитель не видит да что с ребенком какие-то происходят расстройства то что не только учитель преувеличивает кажется да учитель либо там например воспитатель он преувеличивает вот в этой ситуации нужно понимать насколько ребенок как раз таки приспособился к понятию школьной жизни если он является уже в статусе ученика либо например детском саду как он себя проявляет и конечно здесь также для вашего внимания представлено понятие школьная дезадаптация то есть когда не приспособленность ребенка к школьной жизни проявляется в том числе обратите внимание на то что существует синдром первоклассника потому что типичный пример как раз таки когда ребенок уже с периода дошкольного образования переходит на ступень начального общего образования и конечно не может привыкнуть к новой школьной жизни потому что оказывается здесь уже сколько хочешь играть невозможно или например спать дню и так далее на тому подобное режим дня сбит и конечно важно чтобы в работе с такими детьми педагог в первую очередь проявлял интеграцию ребенка в учебный коллектив то есть его вхождение каким образом необходимо сосредоточить внимание ребенка возможно даже элементарно здороваться с каждым из них лично но например вспомните да когда мы заходим с вами допустим в класс часто проявление того что мы здороваемся очерчивается тем что дети встают в классе вы говорите здравствуйте или там доброе утро они присаживаются и безусловно конечно же кажется что это в порядке вещей но все же если ваша задача держать во внимание ребенка то необходимо в первую очередь уточнить а как у него вообще в целом дела да согласна с вами что в классе могут быть и 30 детей и более даже 41 ребенок в классе но все же вы как непосредственно педагог уточняя его состояние до душевная до в первую очередь спрашиваю как дела не просто от того что хотите поинтересоваться что же там какие семейные тайны вам раскроет но и в первую очередь задействовать то что вы с ним ведете такие субъект субъектные отношения где вы интересуетесь но и конечно если представить детский сад то конечно утром детки прибегают каждый воспитатель встречает их здесь безусловно происходит вот этот контакт личностной да когда ребенок там подбегает либо например со слезами остается наоборот потому что он не хочет в детском саду сегодня быть но различные ситуации бывают но все же использовать возможность для общения необходимо для того чтобы опять же ребенка держать во внимание кроме того что умение учиться и развитие мотивации является основой не только для детей с гиперактивностью но и в целом для детей которые переступили порог школы конечно же здесь идет понятие и о внешней мотивации а внутренней мотивации если ребенок готов школьной жизни то адаптация буквально проходит в течение месяца то есть период адаптации напомню он идет от месяца до 6 если же более 6 месяцев ребенок не адаптировался нужно задуматься о том что вас возможно привлечь психологов возможно нужно уже поговорить отдельно то скажем с этим учеником с родителем или законом представитель потому что в течение 6 месяцев согласно периодизации и исследованиям заменитых психологов как лукоцкий лев семёнович и других первую очередь проходит как раз таки 6 месяцев но все-таки поддерживая у ребенка веру в себя и положительную самооценку мы конечно же окрыляем тем самым ребенок который чувствует что адекватно его действия оцениваются именно адекватно то есть нельзя отнестись к этому поверхностно лишь потому что часто дети замечают они настолько чувствительны к вашим словам что в детском саду что как раз таки в школе да потому что любой ребенок понимает лукавит например этот педагог или нет почему потому что по невербальным способам общения это заметно насколько вы относитесь относитесь допустим к результату его работы сказав прекрасно или например сказать какой-то молодец я в тебя верила здорово у тебя получилось молодец давай мы допустим эту работу там оформим и закрепим на стенд а возможно есть ситуации такого характера что класс большой или группа в детском саду большая и все работы но невозможно разукрасить выставить на стенд как сказать на конкурсную до документацию приложить там еще бы но есть момент того что все же каждый из них ждет что вы его похвалите что вы его ему какую-то вот эту вот своего форма своего рода форму поощрения как раз таки вы дадите но часто не получая это поощрение дети расстраиваются расстраиваются и начинает думать что у него все плохо он получил там критику например от своего одноклассника либо допустим как раз таки с кем он общается до чаще всего и ребенок начинает все больше и больше замыкаться в себе вы не поверите что дети гиперактивные тоже имея чувство как раз таки социального такого отчуждения казалось бы что он умеет общаться со всеми буквально чуть ли не коммуницирует с каждым кого встретить но однако чувство вот этого как раз таки удовлетворенности в коммуникации у них тоже могут проявляться обратите внимание здесь дается рекомендательном характере как раз таки несколько позиций каким образом в работе с детьми синдром дефицита внимания гиперактивности их родительный педагог должен действовать это и конечно же и увлекательно проведение занятий потому что еще раз подчеркну по опыту имею место быть то что как раз таки посещая занятия некоторых своих студентов видела как учителя реагировали на то насколько красочная допустим ведется занятие насколько интересно проходит например там какое-то мероприятие воспитательного характера и дети сами откликается на это все она на вопрос получается ли это привести часто у вас у учителей многие из них отвечают что нет потому что нет времени часто к сожалению опять же документация отнимающее время есть момент того что дети могут например сорвать урок и так далее тому подобное безусловно и в детском саду такие существуют моменты потому что не всегда не всегда в ходе как раз таки посещение детского сада ребенок испытывает большое количество вот этого как раз таки увлекательного проведения занятия к сожалению почему потому что вот сейчас я вижу да многие описывают что они представляют точнее из детских садов я очень надеюсь что у вас такого нет потому что по крайней мере из того опыта который имею но есть к сожалению педагоги у которых не хватает либо внутреннего желания ссылаясь на большое количество дел по документам либо возможно реально не хватает времени потому что многие из них к сожалению не проводят такое увлекательное занятие для своих же воспитанников но все же говоря о детях с синдромом дефицита внимания и гиперактивности хотелось бы подчеркнуть что такой ребенок нуждается в четком распорядке школьного дня не только четком распорядке школьного дня но и в целом потому что если ребенок понимать структуру занятия если он ощущает что например сейчас у них завершается условно говоря урок математики далее идет допустим русский язык то он должен понимать это расписание четко то есть вот этот баланс он должен сохраняться когда ребенок находится в постоянных качелях то есть условно в чате написали родители что завтра у нас окружающий мир задание по окружающим миру не выполнено написали об этом совсем поздно ребенок начинает думать о том что он не успел подготовиться как же теперь быть конечно бывает такие редкие случаи по состоянию здоровья на пресс двигается в расписание уроки у учителей да и конечно же из-за этого опять же расписание меняется но однако существует своя позиция что вот если вы являетесь ребенком то поймите правильно вот у него проявление стресса проявление тревоги что он не выполнил домашнее задание прям по этому окружающему миру а вот учитель обязательно спросит если вы понимаете таких детей то конечно же должны будете озвучить что домашнее задание можно будет не можно будет выполнить в ходе допустим урока либо на следующее занятие то есть вы просто перенести создать ему комфортное условие потому что от четкой структуры на четкой структуры зависит его психическое состояние его вот этот как раз таки баланс как еще горит гармония но также важно обратите внимание чтобы такой ребенок сидел на первой парте часто учителя я бы сказала даже не учителя а и в целом педагоги стараются игнорировать таких детей потому что но они отвлекают они просят слишком много внимания не постоянно дергают то есть условно говоря там на минут там 15 даже невозможно оставить с каким-то определенным видом деятельности и вот теряя вот этот контакт с педагогом да ведь в детском саду тоже проходят занятия часто особенно проходит когда например детки уже переходят в старшую группу они усаживаются они как раз таки в ходе преемственности ступени дошкольного и начального общеобразования начинают ощущать себя уже более взрослыми они видят как они растут развиваются изучает различные там например элементарные знания по геометрическим фигурам например как треугольник там квадрат и так далее а вот этот ребенок постоянно мешает и вот к сожалению на педагоги часто стараются ребенка отсадить лишь бы он не отвлекал других наоборот нужно посадить его рядышком чтобы он был во внимание а педагог также конечно же имеет право и может дать условное обозначение потому что через вот эти наглядные материалы как еще писал каменский я на москаменский который выдвинул как раз ки принцип наглядности да через эти наглядные материалы ему легче усваивать но что говорить о детях гиперактивных ведь и нам даже легче когда вот мы видим наглядность вот например сейчас нету презентации я бы сама говорила вам конечно же информация до вас доходила бы дабы вы взрослые но все-таки когда идет наглядно и идет закрепление зрительное да то конечно это формируется знание более глубже более основательно нежели просто вам вещать поэтому часто специальные символы картинки и жесты используются для того чтобы ребенок опять же сосредоточил свое внимание также обратите внимание на то что когда уже психолог взаимодействие с педагогом и сообщая об основных принципах воспитания такого ребенка должен четко понимать что здесь мы не ставим диагноз как и уже изначально вам прокомментировала а так как это исключительное дело только врача можно сообщить о наличии проблем поведения вот сразу когда мы говорим о наличии проблем в поведении почему-то вспомнилась такая категория детей которые еще носят название педагогически запущенных детей педагогически запущенные дети по классификации своей они выбирают детей как раз и гиперактивных но однако согласно опять же классификации международных заболеваний дети испытывающий дефицит внимания гиперактивность они отдельно выделены то есть мы должны понимать сами четко в педагогике до выделяются такие дети как педагогически запущенные дети они испытывают проблемы в познавательной сфере потому что для них очень тяжело сосредоточиться они забывают о чем там говорил учитель потому что отвлеклись конечно же у них возникают и проблемы в коммуникации и безусловно это выражается тем что вот например там не понравилось как с ним например общается его одноклассник его импульсивность подталкивает на то что ребенок может как раз таким проявить себя в конфликтной ситуации а значит опять же что происходит нарушается взаимодействие с одноклассником безусловно так как испытываются эмоциональные проблемы с негативными мыслями потому что родитель понимает что его ребенок не такой он винит себя винит окружающих в первую очередь педагога потому что часто взрослые к сожалению не видит в первую очередь проблемы в себе а начинает это на кого-то скидывать и в этих проблемах конечно же виноват не только родитель либо законопредставитель но и в целом нужно выяснить почему так произошло и поэтому когда вы как педагог пытаетесь поговорить да с родителем объяснить ему что такое гиперактивность или в этом роде и так далее нужно конечно же информацию предоставить очень дозированно и грамотно никаким образом не вешая ярлыков на ребенка потому что еще раз подчеркну как дети с овз такие дети гиперактивные имеют целую группу группа риска которые им к сожалению обладает высоким риском уязвимости поэтому поэтому около половины детей синдром дефицита внимания гиперактивности подвергаясь социальной изоляции потому что импульсивность импульсивность первую очередь проявляется из-за этих первичных нарушений конечно же ребенок не может нормально социализироваться конечно обратите внимание на то что если ребенок начинает негативно воспринимать себя то есть вот он слышит разговоры взрослых он понимает что что-то не так он начинает себя опять же не принимать таким какой он есть теряет возможность взаимодействия с окружающими общение приводит общение проводит для того чтобы просто опять же свои так скажем амбиции возможно-то утвердить может быть даже наоборот он начинает проявлять агрессию со стороны опять же это видно конечно же но родители либо законный представитель к сожалению не всегда замечает это и не всегда это принимают и вот появляются также вторичные расстройства форме депрессии тревоги как уже ранее говорилось агрессивного поведения и все это изолирует ребенка от окружающих но все же как кажется для вас первую очередь очень очень возможно запутанной информации по синдрому дефицита внимания гиперактивности можно согласно опять же проведенным обследование провести например тренинг но тренинг проводит специалист то есть не мы как педагоги в первую очередь там проводим тренинги а опять же узкие специалисты например психологи тренинг обычно основывается на когнитивно поведенческой терапии то есть нет и мы понимаем с вами то есть основывается на познавательных процессах а поведенческой терапии то есть каким образом в тех или иных ситуациях ребенок отреагирует. И обратите внимание, что здесь формируется как раз-таки правило поведения. В первую очередь ребенок реагирует на те или иные ситуации, а значит проявляет себя на уровне подсознания, то есть как он бы поступил. И здесь далее дается некоторые моменты. Обратите внимание, умение выстраивать отношения, то есть используется обсуждение таких тем, как дружба, манипуляция в общении, отличие искреннего общения от манипулятивного. Очень важно, потому что дети гиперактивные, точнее синдром гиперактивности, они, прошу прощения, синдром дефицита внимания гиперактивности, они очень имеют такой вот как раз-таки уровень риска уязвимости, поэтому, к сожалению, могут попасться не очень хорошие группы, не очень хорошее влияние, так скажем. Поэтому детям важно в ходе такой терапии понять, что такое манипуляция, то есть на самом деле дружат с тобой или нет. А вы понимаете, что такие детки часто заводятся с друзей, у них прям вот не имей 100 рублей, как говорится, а имей 100 друзей, вот примерно так, что у них в большом количестве друзья, и часто эта дружба заводится на уровне того, что какую-то, например, там игрушку одолжил, либо дал поиграть там в гаджетах, вот все, вот ты твой друг, твой прям чуть ли не хороший друг. Но качество дружбы нужно тоже понимать и объяснить детям с малого. Умение разрешать конфликты. Конечно, проигрываются различные конфликтные ситуации, и опять же, в ходе работы дети понимают, что конфликт – это часть общения, то есть каким образом разрешить этот конфликт, как выйти или бы не довести ситуацию до конфликта, то есть до столкновения. Элементарно. Ну, например, представьте такую ситуацию, ребенок просит ручку у своего, например, там, не знаю, казалось бы, друга в детском саду. Мы можем подумать, что его друг отдаст ему эту ручку, да, потому что же попросили. А вот представьте, ребенок отказывает. Что происходит в голове у такой личности, которая испытывает как раз-таки дефицит внимания гиперактивность. В первую очередь, такого рода бунт, потому что сопротивление происходит, его эмоции и вообще понимание того, я же попросил, почему ты мне не даешь, да. Либо это все может перейти в конфликтную ситуацию, например, там, подрались, потому что тот ему не дал ручку, а этот попросил. Но ведь самое интересное, что оба права, потому что ребенок имеет свою личную вещь, он может не дать ему в ответ. Второй момент. Если, например, его попросили, конечно же, можно ему ответить, что она мне сама нужна, давай попросим там у кого-то, и так далее. То есть, опять же, вот такие конфликтные ситуации, которые могут быть, казалось бы, на пустом месте, но все-таки у детей они очень глубоко анализируются, потому что мы же всегда очень там тому, что нужно поделиться. Например, там, допустим, в песочнице они играют, и часто мы замечаем такую, как раз-таки, такую ситуацию, когда кто-то из детей подбегает в песочнице, говорят, давай дружить, а дай мне вот эту машинку, а ребенок отвечает, ему нет. Или, например, дай мелочками порисовать, а этот ребенок отвечает, нет. Иногда родители, ну, часто встречаются мамы, как раз-таки, да, потому что они имеют возможность ухаживать, воспитывать детей в этом возрасте. Конечно же, комментируют, ну, поделись, что тебе, ну, ты же пока не играешь, и так далее, и тому подобное. А кто-то из родителей может сказать, это твоя вещь, подумай, поделишься ты сам или нет, то есть решай проблему самостоятельно. Вы знаете, я встречала ситуации разные, и сама поступала тоже часто всегда говорила своим детям, нужно делиться, умейте делиться, но если вам эта игрушка нужна, то ты объясни, почему она тебе нужна, чтобы ребенок понял, вот этот вот, который подбежал твой, условно говоря, друг, почему ты сейчас не хочешь ему отдать, почему поделиться с ним не хочешь. То есть такие, опять же, ситуации проигрываются в ходе терапии для того, чтобы на уровне поведения, опять же, когнитивно-поведенческой, да, ребенок понимал, почему так нужно поступить. Развитие прочных социальных навыков – это еще один из модулей в ходе терапии, потому что моделируя житейские ситуации, ребенок проявляет симпатию и уважение, либо наоборот. То есть, опять же, различные формы решения проблем помогают ребенку выстроить вот эту траекторию личностного развития, потому что мы можем судить по своему опыту, например, для, допустим, меня, как взрослого, данное состояние комнаты может казаться беспорядком, для ребенка 5 или, например, 7 лет будет казаться нормальным, порядочным, так скажем, состоянием, да, потому что они игрались и они еще будут играться. Естественно, взрослый может раздражаться на этот беспорядок, так как передвигаться очень тяжело по комнате, а для ребенка в порядке вещей, что они вот так вот хаотично разбросаны по комнате. То есть, у каждого свой взгляд. Точно так же на понятие социальных навыков, когда вот были такие ситуации, где необходимо, например, проявить жизненные ситуации себя, то нужно понимать, что это ребенок в первую очередь, как личность себя проявляет. Не вы за него, а ребенок должен проявить. Развитие эмпатии, решение проблем. Мы знаем с вами, что эмпатия – это сочувствие, то есть, когда в ходе ролевой игры ребенок пробует реагировать по-разному и наблюдает обратную связь от окружающих, то есть, как получается у него, как он себя чувствует. Нужно отрефлексировать. Обязательно должны быть проблемные ситуации различного рода, то есть, не только ситуацию попросил, а значит, тебе дали. Или, например, возможно, там подбежал, например, к автобусу, и ты думаешь, что водитель остановится, и ты запрыгнешь. А вот наоборот. То есть, вот как вот эта вот как раз-таки импульсивность у него проявится? Как он отреагирует на это? Конечно, есть также понятие такого модуля, как контроль над гневом, то есть, потому что частое проявление синдрома дефицита внимания, гиперактивности – это гнев и агрессия, потому что они импульсивны. И в ходе занятий используется такое, так скажем, психологическое просвещение, потому что ребёнок должен осваивать различные способы совладания с гневом. Вот опять же, представим ситуацию, когда, допустим, вы подбегаете, перед вами двери закрываются, да, потому что, во-первых, нужно понимать, что вы опоздали, но вы не смогли, вы не успели. Значит, наверное, есть доля вины и в вас, имеется в виду в ребёнке. Если понимать, что он будет там стучать по полу, я не знаю, там по стеклу бить, или, возможно, там пинать дверь, или, может быть, ещё будет кричать, может быть, дёргать будет маму там за руку, что вот мы не успели, вот ты там копошилась, мы собирались долго, проиграйте эту ситуацию. Попробуйте вновь повторить, и что бы он сделал, что бы вот этого не произошло. И когда детально каждый из элементов разбирается, ребёнок начинает понимать, что да, оказывается, вот если бы я помог, например, может быть, маме, то произошло бы так. А если бы всё же мы опоздали, стоит ли из-за этого так сильно расстраиваться? Может быть, мы успеем на другой, например, сеанс, если, например, в кинотеатр мы успели. А может быть, вы в это время посидите с ним на лавочке, либо, допустим, на качелях покатаете и так далее. То есть время провести можно с пользой. На этом жизнь не заканчивается. То есть ребёнок должен понимать, что вот это вот эмоциональные качели, которые он испытывает, не нужно сейчас проявлять. Далее. Также, конечно же, используются стратегии управления своими эмоциями. Бить тарелки, конечно, хорошо, но всё-таки нужно учить детей, каким образом свои эмоции проявлять. Пути решения проблем. Как можно вот эту проблему решить? Ну, допустим, в школе, либо в детском саду. Не получилось у него красивый рисунок, как хотел бы. Но не вышло у него там, я не знаю, дерево какое-то. Оно было, например, задумано в форме дуба, а получилось вообще не знаю что. Но не нужно же из-за этого комкать бумагу, расстраиваться или там рвать и просто выбросить. Ведь часто делают именно так дети. Найдите к этому подход. Да, сейчас не получилось, получится в другой раз. Давай ещё раз попробуем. Здесь, конечно же, и прорабатывается различное упражнение по тому, каким образом бороться с гневом, что задавая вопросы, психолог, конечно же, помогает ребёнку осознать, что другой человек поступает так, как ему нравится. И, конечно же, и ты поступаешь так же, как тебе нравится. Так как дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности относятся к группе риска, наряду с детьми ОВЗ, наряду с детьми одарёнными, наряду с детьми, которые имеют статус инвалидности и так далее, то, конечно же, подвержены уязвимым. А значит, нарушается вот это вот понятие безопасности, личной безопасности. Ну, давайте вспомним сразу же, понятие такое есть, как кибербуллинг, да, когда, например, там ребёнок выложил какой-то фост, ой, прошу прощения, фото, либо пост, прокомментировал, и тут начинаются какие-то атаки. Дети с дефицитом внимания особо реагируют на это, потому что он ведь, он же хотел понравиться всем, да, он хотел заполучить это внимание окружающих, прокомментировав, там, я не знаю, какую-нибудь интересную цитату, либо, может быть, выкладывая какие-то фотографии личного характера. А тут вот взялся какой-то человек и взял всё вот как ложка, как раз таки, дёгти, да, в бочку мёда, и получается обратный эффект. Судорожно, возможно, даже с огромными эмоциональными порывами он начинает отстаивать себя, и, безусловно, вот это вот ощущение того, что я не такой и так далее и тому подобное нарастает. Эмоции у него в первую очередь нарастают. Поэтому противостояние групповому давлению является одним из тоже обязательных модулей в тренинге, потому что так как дети должны иметь собственное мнение, они должны уметь отстаивать своё мнение, высказывать. В этой теме делается акцент на доброжелательном, но уверенном отстаивании своего мнения. Но, опять же, нужно учитывать такой принцип, да, золотой середины, когда мы понимаем, что порой отстаивание мнения переходит в каприз. То есть, когда ребёнок, вот я хочу, и всё, а других каких-то вариантов нет. Самопринятие. Ребёнок обучается и, конечно же, обучается не только проигрывая различные ситуации, не только ощущая, так скажем, контроль над гневом, но и в первую очередь себя адекватно оценить и принять. То есть, когда ребёнок воспринимает себя безоценочно, не осуждая за то, что он такой, избегая крайностей в идеале, да, часто вот, например, дети, подростки начинают искать какой-то идеал, обычно это бывают знаменитые люди, и вот стремиться к этому идеалу нужно понимать, что ребёнок, в первую очередь, он родился на этот цвет уже хорошо, то, что он проживает данную жизнь уже замечательно, он сам по себе является личностью, и какого-то идеала другого нет, вот ты есть и свой собственный идеал, стремись себя улучшить. Конечно, обучаясь в ходе тренинга, нужно взаимодействовать и с родителями. Взаимодействовать с родителями, законными представителями, даже желательно иметь такое, так скажем, совместное проведение занятий, чтобы родители видели. Понимаю, что не каждый взрослый согласится на такое, потому что само по себе, согласно нашему менталитету, поход к психологу, да ещё какой-то тренинг, то есть поиски психотерапевта, это вообще что-то является за гранью разума, значит, что-то не так, ненормально. Хотя, опять же, существует большое количество грамотных специалистов различных областей, просто нужно понимать, что тебе необходима помощь, что твой педагог в лице воспитателя в детском саду, либо, например, учитель в школе, не может помочь. Он может помочь по созданию условий обучения, развития, воспитания, да. А вот если внутренние вот эти как раз-таки психические расстройства наладить, выстроить баланс как раз-таки этих качелей эмоциональных, в первую очередь необходимо найти узкого специалиста, такого как психолога, психотерапевта и так далее. Но, опять же, нужно принять эту ситуацию. Осознание эмоций также является одним из модулей тренинга. Ребёнок обучается различать эмоции между собой, отличать эти эмоции и оценивать выраженность и адекватность эмоций. Часто здесь прибегает к такой деятельности, как изображение различных эмоций, например, гнев, может быть, радость или, допустим, какое-то там, я не знаю, ещё другое эмоциональное выражение. И очень хорошо помогает ситуация такого рода, когда ребёнок представляет историю слепой в автобусе. То есть дети спрашивают, как бы они отреагировали, для того, что, точнее, детей спрашивают, как бы они отреагировали, если бы вошёл слепой в автобус. И подумали, почувствовали, если в автобусе их сильно толкнул человек. Вот вы знаете, когда мы впервые, точнее, мои дети впервые столкнулись реально с человеком, у которого были, так скажем, особенности в состоянии здоровья, это был продавец одного из популярных магазинов на территории Российской Федерации, он был глухонемой, то есть он объяснялся жестами. В первую очередь дети разглядывали, то есть они смотрели долго на то, как вот, например, пока я отоваривалась, точнее, оплачивала и так далее, они долго изучали вот эти жесты и потом уже переспрашивали дополнительно, выйдя из магазина. Конечно, когда мы рассказываем, это одно, а когда ребёнок реально встречается, он начинает действовать по-другому, потому что замечательно, когда ребёнок осознаёт, что это такой же человек, но чуть-чуть другой, что, возможно, ему нужно чем-то там, например, помочь. Может быть, в конце-то концов, осознавая, что имеет, так скажем, особенности по состоянию здоровья, сейчас не акцентировать на этом внимание, а вот потом, когда уже отдельно, как в нашей ситуации, мы вышли из магазина, дети начали расспрашивать и даже пытались повторить эти жесты, но всё-таки у них это не получалось. И опять же, вспоминая вот эту как раз-таки жестикуляцию, на одном из популярных также каналов детских есть сурдопереводчик. И вот им очень интересно порой смотреть на то, как этот сурдопереводчик объясняет материал этого мультфильма. То есть, опять же, у детей проявление эмоций бывает разнообразным. Конечно, дети могут и проявить себя некрасиво, то есть неэтично, поступив, например, по отношению к слепому в автобусе. И в этой ситуации, когда, как ты отреагируешь, а вот ты представь, например, можно и в этой ситуации закрыть глаза детям для того, чтобы они почувствовали, а что это такое вообще. И здесь в ходе обсуждения они приходят к мнению, что люди могут быть разные, и этот мир воспринимается по-разному. И, например, от того, что, допустим, люди немного другие, конечно же, степень своих эмоций нужно выражать в соответствии с ситуацией. Далее, посмотрите, например, разыгрывается дальше эта история, что дети узнают, что, оказывается, человек мог притворяться, а теперь как поступите? То есть каждый раз нужно менять ситуацию. Здесь может быть история не только слепой в автобусе, но это просто частое явление как раз-таки такого рода, потому что бывают такие как раз-таки личности, и ребёнок должен понимать, как он отреагирует. То есть вот как он отреагирует, что реально, если такой человек нашёлся в их окружении, или, например, если он обманул. Самоорганизация. Это следующий модуль, который также помогает изучить и укрепить понятие как раз-таки помощи психологического характера для детей, синдрома дефицита внимания, гиперактивности, для того, чтобы сначала, чтобы ребёнок осознавал как раз-таки, да, своё «я» и в том числе проявлял это в ходе организации деятельности. Например, здесь важно, обратите внимание, стратегии совладания с этой проблемой, например, записные книжки, напоминания, таймер, или сразу же вспоминаются элементы и тайм-менеджмента и так далее. То есть, опять же, деятельность самоорганизации, по самоорганизации основывается на том, что идёт чёткая структура. То есть, ребёнок должен понимать, что у него в следующем этапе идёт. Что ж, говорить о детях, нам тоже важно, как взрослым, что вот мы, например, понимаем чётко, что сегодня, например, выстроен так будет процесс, а вот дела на завтра у нас очерчены таким-то списком и так далее. Следующий слайд даётся для того, чтобы вы понимали, что синдром, конечно же, дефицита внимания, гиперактивности, к сожалению, подчёркивает понятие школьной неуспеваемости. Почему? Потому что дети осваивают материал не сосредоточенно, они могут потерять вот эту логическую связь элементарно от того, что отвлеклись. То есть, они не заметили, что вы объяснили так-то, что надо решить задачу, и решили по-другому. И вот это переживание, эмоции начинается, проявление этой импульсивности, а, конечно же, и, конечно же, начинается отторжение, когда ребёнок демонстрирует своё негативное отношение к школьной жизни. Это и относится и детям детского сада, потому что, опять же, например, представить ситуацию, что воспитатель читает сказку, гиперактивный ребёнок отвлекается, он не может вспомнить, кто за кем там, допустим, шёл, чтобы в теремочек попасть, или, например, в сказку Репку, условно говорю. И, конечно же, опять же, идёт ощущение того, что ребёнок из-за того, что отвлекался, не проявлял свою инициативность, а значит, освоил материал плохо. И, конечно, есть также ссылка на источник в презентации, обратите на это внимание. в первую очередь, в первую очередь, мы должны понимать, что ребёнок, конечно же, находится в поле зрения учителя, потому что дети имеют позицию, как устойчиво, успешные, неуспешные, также хорошисты, либо ситуативно, успешные, но причины неуспешности могут быть разные. И не только неблагополучие семьи, но и в том числе индивидуальные особенности психической деятельности ребёнка, то есть, например, вот как раз синдром дефицита внимания или гиперактивность. Часто в нашем обществе принято говорить, что гиперактивный ребёнок. И вот этой фразой мы перекрываем какой-либо портрет этого ребёнка. И обращая ваше внимание на следующий момент, что, конечно же, дети, так как находятся в группе риска, обязательно нужно соблюдать личную, так скажем, карту ребёнка, то есть, его индивидуальную как раз-таки индивидуальную траекторию. Если есть необходимость провести коррекционную работу с семьёй, находящейся в группе риска, то нужно обратить внимание, что не только собираются личные данные такие, как дата рождения, либо, например, кто является родителем, либо, например, количество членов семьи, но и социальный статус семьи. То есть, нужно обратить внимание. Например, может быть, здесь есть трудная жизненная ситуация, связанная, допустим, с материальным положением. Может быть, семья многодетная, либо патронатная и так далее. То есть, существуют, опять же, отдельные детали, а почему ребенок, допустим, проявляет себя так-то, так-то. Но, согласно, опять же, примеру, здесь дается пример как раз-таки того, каким образом составить индивидуальную коррекционную работу для ребенка, который посещает детский сад. Если вы обратите внимание, то тут есть группа, номер, воспитатели, надеюсь, успели скачать презентацию, то как раз-таки план работы с воспитанником, с родителями, в том числе основания для определения ребенка в группу риска. То есть, обратите внимание, не только ребенок-инвалид или, например, не соответствует возрастным нормативам, но и в том числе другое, что именно другое, здесь уже описывается. И, как уже ранее говорилось, конечно же, имеется и целая карта для, опять же, социального патроната семей, воспитывающих детей и подростков группы риска. Поэтому, если есть необходимость, то более детально изучите в ходе как раз-таки материала по презентации. Постепенно перехожу к подведению сегодняшней тематики. Хотелось бы, конечно, завершить ответами на ваши вопросы, но все же цитата Василия Александровича Сухаминского приведена здесь не зря, потому что имеет место быть, что ребенок это зеркало семьи, как в каплях воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца. А сейчас я, позвольте, отвечу на ваши вопросы. Дмитрий Базилевич задает несколько вопросов, какие социально-психологические аспекты влияют на жизнь детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, какие методы помогают развивать навык саморегуляции, какие индивидуальные особенности могут повлиять на эффективность терапии у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Здесь вопросы, спасибо за вопрос, потому что на самом деле они очень содержательные и глубокие. Хотелось перелистнуть буквально пару слайдов, чтобы еще раз акцентировать ваше внимание. дабы вопросы были заданы в начале вебинара и надеюсь, что по истечению сегодняшнего вебинара вы услышали на некоторых из них ответ, но все же прокомментирую. Аспекты социально-психологических, которые влияют на жизнь детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, они разнообразны, лишь потому что данные дети, подытожу, они относятся к группе риска. Есть понятие того, что так как группа риска, значит, имеется высокий риск уязвимости. Высокий риск уязвимости подчеркивает опять же понятие того, что дети могут быть подвержены влиянию общества, а значит, дети, которые не как сказать вам, не умеют ранжировать хороших и плохих, естественно, ощущают зависимость от любого общения, потому что им нужно всегда это внимание, они буквально питаются вот этим вниманием, естественно, они начинают под влиянием этих нехороших, так скажем, личностей выполнять те или иные требования. Также обратите внимание на синдром дефицита внимания и гиперактивности влияет и психологический аспект, потому что согласно опять же классификации международных заболеваний, обратите внимание, этот синдром относится к одному из как раз таки психических расстройств, которые кодируются шифром специальным F90. Также был вопрос по поводу методов. Хотелось бы напомнить, что в ходе терапии используются в первую очередь методы, которые влияют на поведенческом уровне, то есть через проигрывание ситуации, через коммуникацию с детьми, через его погружение как раз таки в ту или иную обстановку, например, истории слепой в автобусе, дети начинают как раз таки изучать и не только окружающий мир, но и в первую очередь себя, проявление своего внутреннего я, на уровне подсознания. Поэтому здесь, конечно, это практические методы, если говорить, но основаны на, опять же, терапии, которая позволяет когнитивную сферу и поведенческую затронуть. Также развитие индивидуальных особенностей, какие индивидуальные особенности могут повлиять на эффективность терапии у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Индивидуальные особенности это в первую очередь заключается в том, что так как дети импульсивны, то, конечно же, нужно понимать, что в ходе проведения занятий по терапии, в ходе терапии не каждый ребенок будет четко выполнять все эти инструкции. Не каждому ребенку понравятся все эти задания. и положительных эмоций на уровне того, что ух ты, как интересно, давайте я вам отвечу на эти вопросы, возможно, большинство как раз детей отреагирует отрицательно, потому что, как и взрослые, он не хочет принимать это. Естественно, здесь игровым форматом общения необходимо вывести ребенка на то, что вот, например, в этой ситуации представленной я бы поступил иначе. И почему? Потому что часто дети не понимают, вот, например, они не слышат взрослого, ну, например, воспитателя, не слышат, не слушают, а вот если я тебя не буду слушать, он может ответить, ну и ладно, а вот когда уже реально в ситуации проходит то, что ребенок, например, просит у вас что-то, например, условно говорю, мам, дай мне там чашку, вы не реагируете, а потом объясняете, ты же тоже меня не слышал, вот, как тебе? Конечно, неприятно, и вот само по себе вот это осознание и принятие того, что я неправильно сделал, как взрослым, так и детям очень тяжело дается, поэтому здесь, конечно, нужно грамотно подходить, но в первую очередь понимать, что это эмоциональные дети, не просто эмоциональные, они импульсивные, также я вижу, что есть, так, я вижу, а да, вопросов больше нет, просто увидела значок того, что, нет, Людмила Катышева, вебинар уже завершается, это я ответила на вопрос, дабы не, чтобы не отвлекаться в конце, поэтому хотелось бы прокомментировать еще раз, что если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте, если вопросов нет, я благодарю вас за внимание, отдельное спасибо, что в такой жаркий период вы подключились, надеюсь, материал был интересным и ответила на ваши насущные вопросы, потому что на самом деле такие детки, они встречаются, по вопросам сертификата вам еще раз объяснят, поэтому спасибо большое, если есть вопросы, рада буду ответить. так, вопросов я не вижу, так как вопросов больше нет, тогда я также вас благодарю, желаю вам...